В Мариел продолжается реализация проекта по формированию комфортной городской среды. В этом году он вышел на новый уровень. Так была создана специальная общероссийская платформа для голосования. Она максимально упрощает участие граждан в жизни города и позволяет учитывать потребности всех групп населения. Зарегистрироваться можно с помощью портала госуслуги. Многие жители столицы республики уже высказали свои пожелания по благоустройству города на 2022 год. Всего на голосование вынесено 19 проектов. Об одном из них, а также о промежуточном рейтинге в нашем сюжете. Проект «Комфортная городская среда» уже несколько лет определяет качество жизни в муниципалитетах. Общественное мнение, продиктованное прямым волеизъявлением горожан власти, дает быстрый, а самое главное – качественный результат. Отрадно, что проект затронул не только центр столицы, но и спальные микрорайоны. Причем общественная территория в Самбатхее рассчитана не только на горожан, но и на братьев наших меньших. Специальная площадка для выгула собак густонаселенному микрорайону просто необходима. Отрадно говорит, что на сегодняшний день в рейтинге по голосованию мы находимся на седьмом месте. Хочу вам напомнить, что это будет отличное место для отдыха с новым покрытием, с освещением, с новыми формами для дрессировки собак. Я думаю, что это будет для любителей наших четвертых друзей местом общения и отдыха. Хочу вас попросить более активно продолжить это голосование, потому что осталось время до 30 мая. И хочу сказать, что наибольшее количество проголосовавших за данную территорию займет, которые первые, вторые, третьи места, будут выделены средства согласно федеральной программе «Комфортная городская среда» и будет благоустроена в 2022 году. Пространство за автозаправочной станцией на сегодняшний день выглядит заброшенным. Но с воплощением проекта в жизнь ситуация здесь изменится в корне. При этом немаловажно то, что площадка находится практически в шаговой доступности от жилых домов. Главное в том, что абсолютно все зависит от воли самих горожан и, как следствие, от их активности при голосовании. Может быть, кто-то не верит, что это будет благоустроено, может, не знает, что такая программа существует. Но если посмотреть предыдущие годы, в которых уже не первый год происходит, работает программа «Комфортная городская среда». И на самом-то деле те территории, за которые наши жители проголосовали, они были на 100% выполнены, благоустроены и сегодня имеют красивый, приятный облик и вид, где люди ходят и отдыхают. Я надеюсь, что и в данном случае это будет такое же место, и оно на самом деле будет благоустроено в 2022 году, если, конечно, мы проголосуем. Напомним, что голосование на общероссийской платформе продлится до 30 мая. Принять участие в процедуре сможет каждый гражданин нашей страны, достигший 14-летнего возраста. Рейтинг общественных территорий на эту минуту вы сейчас видите на своих экранах. Именно от желания самих жителей столицы и будет напрямую зависеть тройка призеров. Территории, которые будут обустроены в следующем 2022 году.